Сегодня я хочу рассказать кейс, который я делал в своем офисе, где мы делали 7 единиц на верхней челюсти. Из них 5 коронок и 2 ламинейт. Как вы видите на картинке, пациентка пришла с бандиками, которые были сделаны больше 15 лет назад с помощью пломбы Durafil. И как увидим с ее историей, что она хотела закрыть свои желтые зубы и исправить свою косметику. Пациентке 70 лет, и она не хотела ничего иметь агрессивного для того, чтобы испортить ее зубы. И поэтому initial treatment, который у нее был, она хотела сделать бандинг, чтобы не препарировать свои зубы. После дискуссии мы наконец-то пришли к выводу, что мы хотим исправить косметику. Но теперь я хочу рассказать, как мы подошли к этой косметической проблеме. Как видим, что у пациента есть большой кент или искос в верхней челюсти. И как мы знаем, что если искос больше, чем 3 мм, и если эти искосы и сверху, и с нижней челюсти, большинство нужно будет делать хирургии для того, чтобы исправить положение зубов и косметическое направление зубов. Но если, скажем, у нас искос где-то 1-2 мм, мы можем исправить их с помощью простатического протезирования для того, чтобы поставить положение правильных зубов. Как мы видим, что номер 6 зуб немножко длиннее, чем номер 11. Ведь, чтобы укоротить эти зубы, мы можем исправить положение. Если же кент немножко больше, то можно делать другую процедуру, где можно делать крамолэнсинг, чтобы увеличить длину зубов, укоротить, поставить коронки и немножко удлинить эти зубы. И да, опять же, этот искос может исправиться. Но опять же, все должно идти по лицу. Как это будет выглядеть у натурального человека. Как это будет выглядеть правильно с точки зрения фонетики и функции. Поэтому до того, как мы начинаем это делать, мы стараемся это сделать на ВАКСАПе, для того, чтобы потом делать презентацию для пациента, чтобы до того, как мы сделали препаровку и обточку зубов, так пациент одобрил тот дизайн, который мы сделали для этого пациента. Поэтому иногда, когда мы делаем ВАКСАП, накладываем поверхность наших зубов, некоторые зубы, конечно, нужно будет делать аджасмент немножко по длине и по ширине, для того, чтобы этот дизайн можно было посмотреть в натуральном виде. В данном случае мы видим также, что у пациентки нижняя челюсть не имеет такого большого искоса, что только имеет проблему только верхняя челюсть. Это плюс для нас, что мы можем исправить этот прикус. Другое, что я хочу обратить внимание, что на положении нижних зубов, нижних резцов. Видите, что скучность, и вы видите, что клыки сами находятся не там, где верхние клыки. То есть, кинайн-гайдер с небольшим образом развит, и вы посмотрите на наклон этих зубов. Конечно, было предложено ортодонтическое лечение. Пациентка, опять же, говорила, 70 плюс лет, она не ищет долгого лечения и хочет сделать быстрый и нормальный результат без ортодонтического лечения. Было также предложено сделать и нижние зубы сразу же, и верхние. Но пациентка отказалась, она хотела посмотреть, как будет выглядеть верхнее протезирование. Опять же, было сказано, что было бы лучше, чтобы верхние и нижние протезирования делать сразу же. Но, опять же, говорю, пациент хотел сделать только верхние зубы. Как мы видим по следующей картине, что линия зубов по нижней губе идет нормально. И поэтому для нас, с точки зрения косметики, опять же, было бы для нас хорошо, что мы можем сделать очень красивый, как говорится, outcome для этой пациентки. Опять же, после собрания анамнеза мы должны посмотреть, где стираем из зубов на нижней челюсти и на верхней челюсти. Как мы видим, что на нижней челюсти у нее такой изгебообразный или прямой toothwear, где мы видим, что есть небольшой или была небольшая проблема с байтом, как говорится, in the past. Посмотрите, пожалуйста, на скос, который у нее находится на верхней челюсти. Как вы видите, что Envelope of Function, который у нее существует, она немножко стирает свои верхние зубы. И было, опять же, in the past, то, что в данном случае у нее нет никаких симптомов, никаких проблем с CMG. Но хочу тоже обратить внимание ваше, что мы видим, что есть такой есть Nudge на передних зубах. Там, где у нее нижние зубы делают Rest, и они не двигаются на себя. Поэтому это нужно учитывать также и при создании наших коронок или ламина, из которых мы будем использовать, для того, чтобы техник это учитывал и создал точно такой же стаб для того, чтобы не было дистиллизации нижней челюсти и повреждения CMG, или было повреждение наших коронок. Поэтому, учитывая все это, пациент пришел, мы препарировали зубы. Как видите, это временные коронки сразу же после препарировки. Как видите, мы уже немножко исправили прикус и направление этих зубов. Немножко вы видите, что немножко есть скос на передних зубах, который это можно исправить при постоянных коронках. Но самое главное, что мы должны то же самое учитывать, где положение папилы наше находится. И даже не забывать, что центр зубов немножко будет скос по сравнению, где находится верхняя губа. Но опять же, последняя стадия показывает, что люди видят искажения передней этой линии. Где достигает где-то полтора миллиметра расстояния. Поэтому, скажем, пациент поносил эти временные коронки. Коронки были сделаны при малярах, так и на четырех центральных, четырех рисах. Клыки были сделаны с помощью ламинейта. Значит, пациентка поносила протез в течение трех недель. Мы посмотрели, где она может скашивать, где, может быть, коронки не будут держаться. То есть, посмотреть, как она будет функционировать с этими временными протезами. Когда она пришла, было все хорошо. То есть, пациент доволен дизайном. Мы точно сделали, почему светлые коронки, для того, чтобы она могла, может быть, она хочет делать блитчинкалы. Поэтому, она не была точно уверена, какой цвет ей подобрать. Этот цвет был для нее немножко светлым. И она хотела немножко сделать, чтобы зубы были немножко кастом-мейт, чтобы был немножко какой-то дизайн. Как вы видите, по ее улыбке, так мы сделали зубы ее по ее нижней губе. Выглядит очень красиво. Была довольна. И после прихода, как я говорил, через 3-4 недели, мы зацементировали коронки. Вы видите, это постап, где-то прошло неделю после того, как мы зацементировали ламины эти коронки. Пациентка была довольна формой и цветом зубов. И через 6 месяцев она уже пришла делать свои нижние зубы. Поэтому, если у вас есть какая-то информация, которую вы хотели бы спросить, вы можете послать мне на e-mail markgregorydds.yahoo.com или вы можете посмотреть больше работ, которые мы делали в нашем офисе на нашем веб-сайте forcehillsdental.com Спасибо. Спасибо. Спасибо.